В пригородном поселке Чаган не наблюдается демографический рост. По этой причине здесь не решается проблема строительства школы. Данную проблему родители и учителя поднимают уже не первый год. На предстоящей сессии городского Маслихата планируется заслушать отчет Акима поселка Чаган по исполнению возложенных на него обязательств. В связи с этим члены постоянной комиссии при Акимате под председательством секретаря Маслихата Бесенбек Акжалова побывали в поселке Чаган и ознакомили ситуации на месте. Специальная группа сначала побывала в Акимате поселка Чаган. Вторую часть этого здания занимает фельдшерский амбулаторный пункт. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. Оба учреждения теснятся в здании бывшего жилого дома, что является большой проблемой. Депутаты предлагают решить ее за счет бывшего поселкового железнодорожного вокзала. В это пустующее здание проведены тепло- и водоснабжение. Однако для начала необходимо взять объект на баланс Акимата. Проблема нехватки помещений наблюдается и в Чаганской школе, где обучаются 63 ученика. В одноэтажном здании расположено всего 4 кабинета. Из-за нехватки мест нет возможности организовать мини-центр для дошколят. Отсутствует здесь и столовая, из-за чего ученики лишены горячего питания. Школа работает в две смены, потому что здесь не хватает кабинетов. Поэтому мы просим, чтобы нам построили школу. Однако решение этой проблемы в ближайшее время вряд ли возможно. По словам депутатов, строительство школы в данном поселке нерентабельно, поскольку не наблюдается демографический рост. Мы подняли этот вопрос по многочисленным просьбам местных жителей, поскольку поселок не развивается в демографическом направлении, рождаемость низкая. Сегодня же все в экономическом плане считается. В прошлом году всего 9 детей пошли в первый класс, в этом 8. Из-за отсутствия роста очень сложно заняться строительством школы. На сегодняшний день в поселке Чаган проживает порядка 500 человек. Вся прилегающая земля в поселке принадлежит Бескарагайскому району. По этой причине у жителей нет возможности заниматься сельским хозяйством. В 2016 году для определения водных запасов здесь проводились поисково-бурительные работы. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация для обеспечения поселка водой. Саулия Байгалиева и Жан Макзумов, Телеканал Семей.